Всем привет! Это мой канал, меня зовут Асия и сегодня я хотела бы рассказать вам, как я ухаживаю за своими волосами, как я ухаживала за ними вообще и как я ухаживаю за ними после того, как я покрасила свои волосы. Ну, сначала немножко расскажу о своих волосах вообще. Голос у меня очень привередливый, очень капризный. И в протяжении долгого времени я искала очень хороший шампунь, который бы подходил к моим волосам, с которым волосы мои вели себя очень спокойно, потому что у меня волосы очень сильно реагируют, очень резко реагируют на новые шампуни. То есть это зуд, это даже перхоть, это нездоровый вид волос. И для себя я поняла, что больше всего мне подходят более такие органические шампуни. Вот, и на протяжении долгого времени я пользовалась только шампунем от L'Occitane. Только вот у них есть шампунь, только он один мне подходил, а это шампунь именно для чувствительной кожи головы. Я не помню точно, как он называется, в описании напишу. Пользовался я именно на протяжении очень долгого времени, но так делать нельзя, нужно время от времени всегда менять шампунь. Этот шампунь очень хороший, но сразу скажу, он не из дешевых, то есть он по стоимости сейчас, наверное, около 4 тысяч тенгер, то есть это приблизительно где-то чуть больше 20 долларов. Мне его хватало еле-еле на месяц. Раньше я постоянно красила волосы, не жалела, красила в разные цвета. В один момент у меня волосы как-то начали выпадать, как я уже говорила, из-за стресса. Я работала в такой, ой, всегда стрессовой обстановке, всегда были какие-то дедлайны, все, нужно было успеть. Именно в связи с этим у меня началось выпадение волос. И я прекратила красить свои волосы, мне было жалко красить волосы, и когда волосы еще длинные, выпадение волос кажется еще в большем таком двойном объеме, когда ты вот так вот смотришь и вытягиваешь эти волосы, это вообще что-то страшное. Я прекратила красить свои волосы и не красила их уже 2 года. Но вот недавно, как я уже рассказывала в видео, где я делаю укладку, я решилась покрасить свои волосы. Сейчас ни чуточки не жалею, сейчас, правда, я очень хочу немножко покрасить свои волосы снова. Вот, один раз покрасишь, потом уже не остановишься. Вот, хочу покрасить их, потому что уже начала краска либо смываться, либо что, у меня появился такой прям уж очень сильный желтый оттенок, который мне вообще не нравится. Ну, что я могу сказать о состоянии своих волос? После покрашивания их мне, сразу скажу, обесцветили сначала, потом покрасили краской и потом затонировали. Ну, и все как должно быть. То есть, мои волосы, в принципе, в нормальном состоянии, они у меня не секутся, они у меня не выпадают больше, чем выпадали. Единственное, что, то, что они стали менее блестящими и они менее мягкие. Но это все понятно, потому что волосы покрасили, пожгли, вот они уже не будут никогда такими мягкими. Что скажу об уходе за волосами, я бы не сказала, чтобы мой уход за волосами как-то сильно радикально изменился, потому что за своими волосами, вот именно с того момента, как они у меня начали выпадать, я начала очень активно ухаживать. То есть, если это не какие-то там народные средства, там маски из яиц, коньяка, кефиры, ну, хотя и такое было. Я люблю более такие готовые уже продукты. Да, они не настолько натуральные, но это экономит время, это быстрее у меня устраивает результат. Вот, когда я начала ухаживать за своими волосами очень активно, я начиталась в интернете вообще практически, наверное, все о волосах, как ухаживать за волосами. И прочитала о вреде всех этих силиконов, парабенах, всего прочего, и все то, что содержит обычные шампуни, вот из у нас маркета, обычные химические шампуни. И мне стало страшно за свои волосы покупать. И я наткнулась на отзыв одной девушки, у которой волосы были в плачевном состоянии, и она взялась за восстановление своих волос. И вот наткнулась на ее отзыв именно о шампунях от Натуры Сибирики. И взяла вот такие вот шампуни. Пользуюсь я уже, наверное, на протяжении года именно шампунями от Натуры Сибирики. Я просто их обожаю, они очень классные, натуральные, облепиховая серия, такая еще очень стильно выглядят их, бутылочки, чего не скажешь, мне кажется, о других российских производителях. Состав. Самое примечательное это состав, то что он на 99% органический, органические компоненты использованы. В составе, если почитаете, там куча масел всяких, экстрактов и всего прочего, вот. Пенится он отлично, он не уступает, я не знаю, мне кажется, любому химическому шампуню. Как уверяет производитель, то есть такой объем пены достигается тем, что в составе есть мыльный корень. И мывает волосы просто на отлично. И, что самое главное, его нужно совсем чуть-чуть. И очень привлекательная цена. Самое, что мне еще нравится в этих шампунях, то что, когда моешь волосы, волосы не спутываются. То есть такое ощущение, как будто бы ты уже помыл волосы вместе с кондиционером, с бальзамом. Это, ну, одно из самых классных. И также плюс, я не знаю, здесь практически одни плюсы. То есть на мне этот шампунь работает вообще просто отлично. И когда я начала пользоваться именно вот облепихой серией, у меня волосы стали грязняться намного реже. То есть я, ну, хоть я и все равно придерживаюсь того, как я мою волосы, то есть через день. Ну, то есть я здесь могу еще проходить там два дня и через два дня помыть волосы. Вот это прям вот супер. Единственное, что может кому-то не понравится, то, что запах. Ну, запах такой прям вот яркий, облепиховый, такой немножко рисковатый, немножко такой кисленький. Но этот запах, например, у меня на волосах не держится прям очень долго. Те, кто очень чувствительны к каким-то запахам, то есть это может показаться каким-то минусом. Про бальзам. Ну, бальзам, он и хейт бальзам, мне очень нравится. Очень классно увлажняет волосы, питает волосы. Достаточно густой бальзам. Волосы мягкие, то есть вот эти два средства в тандеме, то есть это прям вот, получается, прям очень мягкие, шелковистые, блестящие волосы. Вот я вам честно говорю, это так. Дальше перейдем к маслам. У меня уже тут, правда, совсем-совсем ничего не осталось. То есть вы видите, здесь прям совсем на донышке, здесь там, ну, еще на пару раз хватит. Вот, значит, вот это вот средство, это облепиховый комплекс масел для ухода за поврежденными волосами. Активно очень пользуюсь. Это у меня, по-моему, вторая бутылочка. Совсем вот на донышке осталось. Я пользуюсь им на кончике, на кончике волос наношу. Раньше, когда я пользовалась обычными маслами, там, я не знаю, бантин, там, лореаль, то, когда я наносила их масла, их масла-сыворотки на кончики волос, у меня волосы просто в момент становились грязными, жирными. То есть я нанесла там утром или на ночь масло это, и на следующий день, в ледине дня у меня волосы просто становились жирными, висели какими-то сосульками. Это был просто кошмар. Мало того, что там состав вообще совсем ненатуральный, так еще и волосы потом были ужасно выглядеть. Здесь такого не происходит. То есть это практически на 100% натуральное масло. Оно работает прям очень классно. Волосы не жирнятся. Волосы как были чистыми, свежими, так и остаются не на концу дня, не на следующий день. То есть как вы помыли волосы, в таком они у вас и состоянии. Как будто бы и никакое масло не наносили. Кроме того еще и кончики волос выглядят более ухоженными, более мягкими на ощущение и блестящими. Насколько знаю, не только у меня эта проблема с этими масляными сыворотками, то что когда их наносишь на кончики волос, потом волосы становятся ужасно грязными, ужасно жирными. Вот второе масло, это также облепиховый комплекс масел для роста волос. Он укрепляет и питает корни, стимулирует рост волос. То есть это масло я наношу на корни волос. По инструкции указано, что нужно нанести масло именно на кожу головы, втереть округовыми массирующими движениями, повернуть голову полотенцем и их походить часик. То есть я все делаю согласно инструкции. И первое, я волосы пленкой пищевой покрываю и сверху полотенцем. Либо шапочкой для волос и сверху полотенцем. И хожу, здесь указано то, что нужно походить около часа, я хожу немножко всегда больше. Вот. Что могу сказать? Ну, я не знаю, я просто насчет роста волос и что он контролирует выпадение волос, я точно не могу сказать, что именно это масло, потому что я начала обрепихой пользоваться, именно серией обрепихой начала пользоваться в комплексе и шампунь, и бальзамы, и масла. То я вам не могу сказать, работает ли это средство отдельно так хорошо, либо они все вместе. Но, как я уже говорила, с того момента, как я начала пользоваться шампунями от обрепихи, мои волосы стали выпадать реже. Это что касается масел. Масла от обрепихи я прям вот обожаю. За то, что они отлично работают и не делают из волос какие-то сосулечки. Вот. Просто отлично ухаживают. И как же я начала восстанавливать свои волосы после окрашивания. Потому что как только мне покрасили волосы, они у меня были ужасно жесткими. Они прям были как солома. Я перепугалась, думала, неужели мои волосы будут теперь всегда такими, и ничто им не поможет. Вот. И я приобрела вот такую маску. Ну, здесь у меня две маски. Одна также обрепиховая серия, другая вот их новая серия, сауна и спа. Ну, раз уж про это я начала рассказывать, расскажу про нее. Вот. Именно я ее приобрела после того, как покрасила волосы. Как я вообще делаю маски для волос? Как обычно, на чистые волосы, но я наношу прям очень обильно. Вот. На всю длину, где-то начиная отсюда. То есть нельзя, как вы знаете, маски наносить на корни волос. И наношу на всю длину. Очень обильно. Все заматываю в клубочек. И одеваю шапку. Специальную вот эту вот шапочку для ванны. И хожу всегда в два раза больше, чем указано на упаковке. Для этого маски нужно наносить где-то на 10-15 минут. Я хожу полчаса, 40 минут. Не знаю, насколько можно так действительно делать, но я делаю, и мои волосы выглядят отлично. Ни в коем случае, мне кажется, им не вредит. Эта маска прямо спасла мои волосы от их такого сухого, безжизненного вида. То есть она отлично увлажнила их, отлично напитала. И они стали такими же мягкими, как они были у меня до окрашивания. Здесь, как всегда, куча всяких трав, масел, всяких растительных компонентов. Пахнет она очень так натурально, так скажем. Пахнет она прям всякими травами. Как вы видите, консистенция такая очень густая. Приглядитесь к этой маске, мне кажется, все те, кто очень часто красит свои волосы. И вот такая вот вторая маска. Это овлепиховая маска. Интенсивно увлажняет, делает волосы более мягкими, облегчает процесс расчесывания. У меня волосы нормальные, но я считаю, что увлажнение никогда не будет лишнее. У меня здесь уже совсем немножко осталось, где-то, наверное, на два раза. Вот тоже маска очень густая. У нее такой же запах, как у всей овлепиховой серии. Такой яркий запах облепихи. Беру маску во второй раз. То есть, вам-то хотел уже стать понятны из-за этого, что маска очень хорошая. То есть, она также помогла мне восстановить волосы. Сейчас я пользуюсь... Одну неделю вот этой маской пользуюсь, другую неделю я использую вот эту маску. То есть, по очередности. Я считаю, что именно эти маски помогли мне вернуть мягкость моих волос. Дальше у меня новиночки. То есть, как я уже говорила, как вы знаете и вообще знаете, то, что нельзя пользоваться одним и тем же уходом постоянно. То есть, волосы привыкают и уже ничего хорошего из этого не получается. Я вот заказала на iHerb два вот таких вот средства от марки Giovanni. В интернете много отзывов про них очень таких хвалебных, положительных. Почитала все эти отзывы и решила, думаю, попробовать. iHerb продает органическую продукцию. И я решила попробовать именно этот шампунь от Giovanni. У меня это Deep Moisture шампу для поврежденных волос. И вот такой вот бальзам-кондиционер. Он для всех типов волос, для окрашенных волос. Он с марокканским органовым маслом и с кератином. Хороший шампунь. Шампунь очень классный, очень классно вымывает волосы. Но я бы не сказала, что он настолько увлажняет хорошо волосы, как шампунь от облепихии. То есть, здесь большая разница в них. Как я сказала, уже хорошо вымывает волосы, но с ним нет вот такого вот ощущения. Опять-таки, сравню с облепихией. Вот, то есть, он спутывает волосы. Пока вы моете волосы, ваши волосы спутываются. То есть, нет такого ощущения, что вы моете волосы с шампунем и одновременно бальзамом. Вот. Это действительно единственный минус. Но я рада, что у меня волосы на него реагируют достаточно спокойно. То есть, у меня нет такой реакции, как раньше. Бальзам мне на самом деле понравился намного больше, чем шампунь. Бальзам очень-очень густой. Он бы, я бы сказала, по консистенции практически как маска для волос. Очень хорошо увлажняет волосы. Волосы разглаживают. Мне очень нравится этот шампунь. Этот бальзам. Радует, что состав у него очень хороший, достаточно натуральный. Плюс он еще для тех, у кого волосы окрашены. То есть, всем советую, у кого окрашены волосы. И на этом все. В принципе, это весь уход мой за волосами. Он не сильно изменился у меня с тех пор, как я покрасила волосы. То есть, добавилась вот такая вот масочка. Ну, как обычно, все продукты перечислю внизу. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Вы почерпнули для себя что-то новое. Может быть, вдохновитесь и попробуйте что-то из этих средств. Большое спасибо за внимание. Спасибо за просмотры. Спасибо большое за ваши все комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. Спасибо за ваши пальцы вверх. Можете также в комментариях писать, на какую тему вы бы хотели увидеть следующие мои видео. Подписывайтесь на меня в инстаграме. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok